здравствуйте дорогие мои друзья я знаю что видео такого типа набирают меньше всего просмотров но есть публика кому интересны всяческие уголки республики беларусь вот и сегодня я приехал в деревню дубая или как у нас называют ее по приколу дубай конечно к дубаю она никакого отношения не имеет здесь деревне дубая находится старинный парк 19 века дальше там есть захоронение немецкое времен первой мировой войны и есть еще церквушка католическая ну можно назвать костел хотя называют ее капличка наверное вот так правильно будет говорить чего я тут вообще стою на дороге вот здесь сохранился участок еще дороги польского периода называется эта дорога триплетка если я не ошибаюсь я не готовился поэтому можете меня поправлять в отличие от булыжника 19 века вот такого типа дорога собиралась из вот таких шестиугольников у нас даже в городе на исторической площади ну сейчас называется ленина раньше там был старинный собор в пинске попытались из этой триплетки собрать площадь ну она начала просто-напросто там почему-то рассыпаться вот и туда уже положили более современную можно сказать в более современное дорожное покрытие слышно меня наверное не очень хорошо потому что машины передвигаются постоянно приходится снижать им скорость сами понимаете по такому булыжнику особо так 60 70 и не попрешь ну и к тому же здесь у нас населенный пункт ну что переместимся в парк кому было интересно что с машиной машина ездит машина не подводит и пора бы уже вложить нее денежек ну чуть попозже вложу что касаемо четвертой части про даже или пятой части про сотку ну сниму позже как-то ну нету на это времени сожалению хочется сразу попросить прощения за то что изображение будет трястись ребенок куда-то унес штатив и поэтому ну как-то так вот приходится использовать не гелиус 44 не мир один а использовать штатный объектив ну и с него картинка неплохая конечно боке не будет вот и ну принципе надеюсь вам ролик понравится тут есть такие вот конюшни ну явно конюшни уже были построены позже ну и самое прекрасное это просто офигительные ворота нам повезло обычно в такие солнечные деньки приезжает огромное количество туристов а сейчас тут никого нет тут постоянно приезжают женихи невесты просто любители шашлыков вот такие вот старинные каналы а вот ворота также и каналы идут и здесь сбоку отстроены агроусадьбы туалеты и другие коммуникации ну и самое интересное что здесь начнется это огромное количество очень старых деревьев такие деревья помечаются вот такими табличками я даже прочитать лжецуга канадская высота 20 метров возраст 120 лет вот кстати агроусадьбы для туристов ну а там вдалеке уже находится сама капличка вроде бы нелепая клумба но я находил фотографию старинную где на этом же самом месте и находилась клумба за клумбой находился дворец ну такое вот очень большое и красивое поместье ну а сейчас мы подойдем к опличке очень большой клен ну как я думаю клену этому лет так 40 50 потому что клен растет довольно быстро так здесь тоже клены а вот видите вон там такие вот растения очень похожие на елку это довольно редкие растения название пойдем почитаем а летом по 190 если не ошибаюсь я здесь был но был с ребенком ребенок бегал заснять толком ничего не удавалось боль печали чудо что такие постройки вообще сохранились потому что были войны революции очень часто такие постройки использовались как складские помещения или вообще разрушались вот несмотря на то что вроде бы и вид ну как бы сказать не очень ухоженный реставрация идет я заглядывал там в окошко и видел что там стоит лестница значит кто-то занимается внутренними отделочными работами памятник архитектуры я сейчас приближусь чуть написано середина 18 века и первая половина 19 века охраняется законом ну вот судя по фундаменту разрушений здесь хватает внутри ну будет вам видно ли не будет там видны доски видимо будут какие-то проводиться отделочные работы я думаю что капличку полностью отреставрирует очень красивое здание а за зданием идут каналы парк очень большой ну как понял для туристов не все доступно очень печально что не все деревья можно сохранить вот например лежит пень видимо уже полностью разложившийся очень очень старого дерева все чистят все убирают там вдалеке мостики лавочки сейчас доступа туда нет видимо не все работы еще проведены потом позже туда смогут попасть туристы ну давайте подойду еще посмотрим это далеко не все так там что-то строится видимо какие-то зоны отдыха блин а дальше каналы идут и идут идут сожалению просто этого всего не видно я глазами вижу а вы не увидите скорее всего потому что объектив туда не достает а вот огромное огромное дерево которому 190 лет если не ошибаюсь высота 31 метр возраст 190 лет лиственница европейская попробую приблизить прямо на этом месте находился особняк от которого ничего не осталось таких мест очень много подобный особняк был разрушен в молодого в паречье то есть очень много где их разрушали не особо для меня понятно зачем было разрушать переделали бы под сарай еще чего-нибудь хранили бы что-нибудь ну зачем ломать тут тоже видите такая весь к лиственница это еще далеко не все сейчас мы пройдем к захоронению первой мировой войны также мы увидим флюгель тоже прошу меня поправить такое непривычное для наших славянских ушей слова но это здание сохранилось правда находится не в очень хорошем состоянии что мне конечно не нравится я не понимаю почему нельзя его отреставрировать еще ну эдак 5-6 лет и половина здания точно рухнет а вот это здание слишком близко подходить не буду потому что там кто-то живет какая-то старая очень бабушка там далеке я вижу колодец судя по всему черепица оригинальна потому что ну как я понял ведь никто его никогда это здание не реставрировал торчит антенна деревянная веранда уже видимо построена при советском периоде она уже полностью разрушена сейчас немножко увеличу довольно красивая поляна как бы я может быть и зашел но там один сплошной но там один сплошной бурьян с крапивой с колючками и другой как бы херю да и как бы если там кто-то живет это получается чья-то личная территория видно что одна часть здания полностью не желая забитая досками вторая часть там кто-то еще живет торчит антенна и там далеке если будет видно видно колодец ну дрова наверное не видно кто-то заготавливал дрова вот как-то непонятно все равно найти одна часть ухожена выкашена все сделано а здесь ничего не сделано как бы раздание видно что очень старая и требует ремонта но старые старые деревья продолжаются просто туда уже не влезу видимость там кусочек пересохшего канала и я скорее всего просто-напросто туда провалюсь поэтому просто вам покажу так насчет каналов каналы проходят везде везде и выкопаны они тоже лет так 150 200 назад такая маленькая венеция ну естественно это я так образно сказал просто богатые люди разбили себе очень красивый парк построили поместье построили часовню никто не думал что все будет меняться крица власть поменялась одни пришли все разломали другие построили 3 снова разломали четвертые построили и так продолжаться наверное будет вечно люди никогда наверное не поумнеют вот под другим углом это здание чем уникальны эти места дело в том что запад белоруссии или кресса как их называют здесь пересекаются культуры западная и восточная с одной стороны польша с другой стороны северо-западная украина ну до россии если честно далековато поэтому здесь даже такого характерного белорусского языка то и нет в школах он преподается но здесь свой полезский можно так сказать язык который постепенно естественно умирает ну если пообщаться с деревенскими жителями можно что-то подобное еще услышать и самое что интересно в каждой деревне свой язык свои слова свои обычаи свои свои традиции вот такое ощущение что каждая деревня это определенный народ определенная страна вот тропинка там совсем дремучий парк я туда ребята не пойду говорят что здесь дальше еще за каналами есть озеро ну туда я тоже не пойду сосна веймутова высота 30 метров возраст 190 лет ну мне кажется стоило бы как-то эту сосну чем-то обработать иначе короед ее дожрет кто-нибудь будет идти и на него сверху упадет вот эта вот штука не хотел бы я оказаться под вот этими ветками сейчас самое интересное что сейчас так дует ветер что ого-го немножко даже страшно дальше продолжаются каналы на таком вот небольшом островке находится захоронение все это выглядит очень интересно здесь даже как мне кажется можно снимать какой-нибудь фильм ну не ужасов фэнтези какой-нибудь так даже есть вот такая интересная табличка которая говорит о том что захоронение охраняется как я понял дальше снова пошли каналы пройдем сюда блин как тут красиво смотрите мхи и бревнышки такая дикая природа рядом прямо с с историческими памятниками так зайдем там еще есть дерево она дереве прямо находится улей в котором живут пчелы если не ошибаюсь конечно если они там живут дерево тоже историческое старенько улите в угу какие деревья так здесь табличка где говорится о том что это воинское кладбище номер 28 что если вы что-нибудь тут не то сделаете вам за это будет гердык башка ну и я считаю что нормальный человек независимо кто на чьей стороне воевал никогда не будет осквернять могилы я всегда был противником этого и крайне негативно отношусь к вандализму тут похоронены немецкие солдаты кто-то говорил что есть еще где похоронены где-то есть места где русские вот видите это какой год это 16 год ну вечер они даже поименно здесь сколько есть могил еще где никто не знает когда же человек это и звали 16 год 16 и видимо так здесь я вижу 17 есть видимо было тут нехило это месиво вот такие вот подсвечники есть видимо родственники из германии это приезжают до сих пор вот еще ну я думаю что человек так эдак 40 до 50 то здесь похоронены могилы считать не буду плохая примета стараюсь не топтаться потому что это очень на мой взгляд будет некрасивым тут тоже эти старое дерево вот его спилили видимо проморгали тут какой-то момент определенные и она выросла прямо на чьей-то могиле так а сверху вот этого деревца таблички нет ну народ если этому дереву господи то дуб ему лет хренеть сколько лет блин я не знаю как масштабы этого дуба передать но он очень большой сколько нужно десятилетий чтобы дуб вот таким вырос хрен его знает сколько наверху находится улей живет кто-то в этом улье не живет я понятия не имею как бы зная нравы пчел местных не особо то хочется с ними то и связываться нет судя по всему активности на улье никакого не какой-то и нет ну и проверять то и не хочется но я просто в шоке с этого дуба можете посмотреть блин объектив он не передает понять эти масштабы боже какой он высокий а хренеть и почему тут нет таблички так а дальше что сюда я даже не ходил тут тоже канала может там ничего дальше и нет вижу чей-то сад как бы плодов еще нет но мало ли эти часть каналов пересыхает ну это просто поляна и сад надо сюда приехать попозже и яблочек потырит грушек ладно я шучу это такая поляна видимо здесь выращивают яблоки для агроусадьбы люди приезжают туристы ух ё смотрите какой дуб объектив просто не передает ними передаст у меня шире угла просто-напросто нет понимаете боже мой тут есть табличка это самое большое дерево что я видел в своей жизни это начинается отсюда вы уходит туда понимаете это настолько большое дерево что просто охрене сколько ему лет 450 лет там написано 450 лет почти 500 лет должно пройти чтобы дуб вырос до вот таких вот нахрен размеров 450 лет 35 метров я просто подойду его пять человек не сможет обхватить я охренею я думаю что речь шла о том дубе когда рассказывали что тут есть дуб просто охренительных размеров но когда я увидел это дерево я просто охренел сверху от него уже отваливалась ветка вот и видимо отвалилась она от ветерка какого-то я просто охренею какой был гул в этой деревне когда эта ветка упала мне страшно под ним просто стоять 450 лет это около семи поколений прошло знаете 7 поколений я отошел на 5 метров и все равно и ветки гигантские просто ветки над моей башкой мне реально страшно вот таких вот ситуациях ощущаешь себя какой-то жалкой букашка и понимаешь что ты в этом же в этой жизни на этой планете просто кусок говна самовлюбленного самоуверенного ты считаешь что вокруг тебя все крутится ты пуп земли оказывается ты просто кусок говна вот и вот это дерево показывает тебе напоминаю о том что ну нужно свою жизнь прожить как-то интересно потому что она пройдет очень быстро твоя жизнь закончится а этот дуб будет дальше расти еще лет так 300 наверное хотя хрен его знает сколько дуб растет если тому дубу 450 лет значит этому дубу примерно 180 190 наверное как вот этим елем вот то есть скорее всего во время первой мировой войны вот эти немецкие солдаты в 2016 году смотрели на этот тупо также охреневали вот позже какой он большой такой большой правда им пришлось здесь остаться ладно покину это печальное место вот и пойду дальше знаете за что мне стыдно я неделями сижу в паречье но это где у меня дача и я не показал вам не крахмальный завод 19 столетия не дот не просто до да там ну типа как такая была ставка конечно не ставка гитлера но каких-то крупных офицеров во времена великой отечественной войны вот там находится огромный подземный такой дот забетонированный я и честно там сам не был почти позор полнейший там еще окопы до сих пор есть окопы времен первой второй мировой войны прям в лесу вот я ленивая жопа сижу там парю булки в бане вот хотя мог бы кучи всего понаснимать тут материал в беларуси валяется просто под ногами помните вам рассказывал то что много находок по находил позвонил батя и сказал что выкопал польскую монету 50 грошей 1923 года чеканки все это прямо валяется прям под ногами вот они перекопали участок там вылезла там вылезла то бутылочка с под духов то керамика немецкая с под бухла то медные рюмка короче сейчас монета а что там еще можно выкопать фиг его знает жена говорила чувак посиди дома выходной день блин я ни о чем не жалею вот пусть она сидит там дома себе а я получаю массу удовольствия насколько тут вообще классно вот смотрю на это старинное здание и она мне очень сильно напоминает юго-центральную часть украины а именно николаевская кировоградская область черкасская области чем-то мне вот эти украинские мазанки старые ну напоминают как раз вот это здание особенно ну видно не видно там дальше есть колодец такой интересный вот у моей бабушки на юге украины точно такой же люди живущие там думают блин да хата обычная как хата правда из кирпича и помазанная не народ здесь в основном в деревнях хаты у людей они все сруб дерево здесь охренительное количество древесины сосны вот вот поэтому люди строились из древесины понятно что в степной зоне приходилось строить из чего что можно очарает вот потом мазанки вот такие делали ну кто-то как прикалывается говорит из говна лепили дома ну в африке тоже так делают ну да ладно очень жаль что приходится уезжать я наверно этой полянки еще чуть постелил бы и часика три-четыре подремал ну надо ехать домой вообще главная цель приезда меня сюда отправили за ивановским хлебом вот ну потому что пинский хлеб надоел захотелось ивановского хлеба сюда привозят деревню ивановский хлеб вот ну и заодно я вам немножко все это дело поснимал перед тем как закончить видео покажу вам здесь выкопали такую канавку и в канавке огромные огромные кирпичи лежат как вы думаете что это за кирпичи почему здесь в земле такое огромное количество кирпичей а я вам скажу что как раз вот эти кирпичи это остатки того самого поместья естественно когда его уничтожили его остатки попали частично под землю вот я вижу там кирпичи там кирпичи хотя там дальше вижу их все меньше и меньше ну вот то самое поместье все что от него осталось вижу даже какие-то остатки плитки присутствуют вот например остатки керамики плохо наверное видно камера зараза не хочет фокусироваться он вижу нормально и такого здесь кучи много чем можно на еще найти вернусь еще кирпичам очень необычной формы кирпичи были в этом поместье вот они везде огромное количество если вы думаете что их просто кто-то сюда привез чтобы зарыть яму вы ошибаетесь посмотрите сколько кирпича там внутри вот блин сожалению плохо видно солнце попадает не попадает посмотрите посмотрите целый слой это остатки того самого поместья а тем временем парк продолжается и продолжается везде каналы деревья вижу некоторые аварийные деревья все-таки подпиливаются потому что ну сами понимаете все это дело не очень-то и безопасно увы не все деревья могут похвастаться такой живучестью как тот дуб которому 450 лет ну и естественно они погибают вот там дальше тоже дерево погибло просто напросто некоторые деревья вынуждены спиливать по причине того что или они на кого-то упадут или лучших по-хорошему спилить тут какие-то даже опята растут я проверять не буду может они галлюцогенные да еще за рулем ехать блины каналы идут и идут так дальше написано то что вход запрещен там дальше тоже каналы и деревья прямо из воды растут конечно туда не полезу но его нафиг с этой стороны прямо из земли бьется бьется какой-то родничок видите ну и там пасека притом такая под старинную сделанность таких колод что ли так правильно называется он ведь и пасека туда это уже не полезу я пчел люблю и боюсь ну это скорее наверное не родничок а просто где-то из-под земли бьет вода которая смотрите вытекает вот там и потом выливается в каналы видимо они эти каналы этой водичкой подпитываются постепенно надо отсюда вы уже сваливать потому что там было написано что чувак ходу дальше нет вот хочется вам показать еще хоть что-то а вот бобры троглодиты поработали видите как не хреновенько при начинает жрать комары там вижу камыш там видимо озера как раз те самые и тут уже дико воняет воняет потому что вся эта растительность перегнивает ну мы поняли с тех озер сюда попадает вода и питает вот эти каналы и тут типа что-то озеро тоже и каналы еще дальше и дальше и дальше и дальше идут и там тоже лиственницы лиственницы вот эти деревья разные я просто тоже не пойду я не хочу чтобы кто-нибудь не по шее дал я и так залез туда куда не надо там как эта деревяшка лежала я как понял это было что-то типа шлагбаум но я наглая морда все равно залез а вот та самая табличка типа туда пойдешь кирдык башка будет поэтому мы уходим можно только представлять ту эпоху кареты такие франты с тростями дамочки зонтиками прогуливаются но это все уже в прошлом я надеюсь что когда вы закончите просматривать данный ролик вы не скажете что вы зря протратили время вот я люблю снимать такие ролики потому что все таки если кто-то напишет что он зря протратил время ему все напишут что он бескультурный мудак вот такие его дела а вон та самая палка шлагбаум поэтому неудивительно если кто-нибудь сейчас приедет скажет какого хрена то здесь бродишь негодяй ну что ж надо ехать я надеюсь еще не раз сюда приехать очень красивое место может приеду с друзьями ли семьей здесь отдохнуть такие полезки джунгли заповедник 19 столетия ну что ж на этом я буду заканчивать всем пока спасибо за внимание